Осужденный за расстрел на кладбище двух человек Антон Южаков попытался смягчить наказание. 12,5 лет колонии он посчитал слишком строгим вердиктом и обжаловал решение Курчатовского районного суда. Что решили в областном суде, расскажет наш корреспондент. Антон Южаков хоть и признал вину полностью в расстреле двух человек, но уверял, что убитые сами его спровоцировали. Суд назначил ему 12,5 лет колонии и обязал выплатить родным погибших 2 миллиона 400 тысяч рублей. Но этот вердикт 35-летний Антон Южаков посчитал слишком суровым. Были непосредственно угрозы не только его здоровью, но и жизни, причем не только ему, а членам его семьи. Напомним, выстрелы у главного входа в Успенское кладбище раздались ранним мартовским утром прошлого года. Как рассказали очевидцы, огонь открыли по двум мужчинам из салона автомобиля марки Toyota Camry с госномером 3-6. После чего стрелок скрылся, а мужчины скончались на месте. Я услышал, у меня брелок сработал, сигнализация от машины. Вышел, подхожу к машине. Ну, прежде чем подойти, вижу, гильзы лежат и два человека там. Услышал выстрелы, ну, хлопки. Ну, вышел на улицу, и тут уже один лежал, и второй там недалеко лежал. Как бы народ тут по телефону звонил. Ну, они с утра кого-то ждали, стояли. Как бы это они утром приехали. Погибшие Геннадий Плеев и Артем Прудник. Оба были связаны с похоронным бизнесом. Следователям, чтобы попасть в их офис, недалеко от которого расстреляли коммерсантов, пришлось брать в руку кувалду. Одной из версий причины расстрела стал передел похоронного бизнеса. Погибшие даже засветились в расследовании одного из федеральных телеканалов. Журналисты в материале «Мафия» бессмертно рассказали, как зарабатывают на покойниках. Речь шла о продаже мест на кладбище, хотя по закону оно выделяется бесплатно. Тогда между сотрудниками ритуальных фирм и работниками погостов была настоящая война. На этих кадрах разборки на Митрофановском кладбище. Один из героев репортажа – Геннадий Плеев. Он сейчас убит. Ты как меня ее? Отойди в сторону и снимай. Отойди, говорю, в сторону. Ты что? Вот так вот отойди и можешь снять. Нервы сняли, что ли? Можешь снять? А у меня нервы, у меня не железные. Это у тебя вот, врачка, 60 лет, нервы, башки ни хрена нет. Второй погибший Артем Прудник, видимо, был его компаньоном. Чтобы задержать стрелка, полиция ввела план перехват. Антону Южакова, заведующего Градским кладбищем, арестовали. Он сразу объяснил, что жертвы сами его довели. Якобы угрожали ему и его семье. Поэтому он и взялся за оружие, подкараулил мужчин и расстрелял из автомата Калашникова. Суд отправил Южакова в колонию на 12,5 лет. Областной суд изучил это дело заново и ничего менять не стал. Редактор субтитров А.Семкин